Во сколько неделю ходят в декрет, появление малыша, это несомненно очень важное событие в жизни каждой семьи. К этому моменту необходима существенная подготовка. Беременность, это прекрасный, в какой-то мере, загадочный период в жизни любой женщины. Самой продолжительной в мире была беременность немногим больше года, если точно, 375 дней. Ребенок родился абсолютно здоровым. А вот самая маленькая по сроку, от которой родился здоровый ребенок, продолжалась 21 неделю и 5 дней, средняя продолжительность этого периода составляет 40 недель. На последних неделях перед родами женщине уже не так легко выполнять свои трудовые функции на рабочем месте. Поэтому будущая мама использует возможность пойти в декретный отпуск для отдыха и подготовки к процессу родов, а также с целью адаптироваться в послеродовой период. Ниже можно узнать, на каком сроке женщины уходят в декрет. Женщина готовится в скором времени стать мамой. Что такое декретный отпуск? Наверное, не найдется взрослого, который не понимает, о чем идет речь. Тем не менее, декретный отпуск, это понятие на уровне законодательства не определено. Но оно засело в обиходе наших россиян и имеет в виду отпуск по беременности и родам, отпуск по Биер. Величина его зависит от того, как протекает период вынашивания ребенка, нет ли осложнений, и как проходит сам процесс родов. Пребывать в декрете находящимся в положении законодательства отводят минимум 70 дней до даты рождения малыша и ровно столько же дней, после. Все это время оформляется листком нетрудоспособности, т. е. больничным, оплатой его производится организацией, в которой работает женщина. Во сколько недель уходит в декрет? Врач-гинеколог в женской консультации, на учете в которой находится беременная, устанавливает конкретное число месяца, когда начинается. Декретный отпуск на основании результатов ультразвукового обследования. Выясним, на каком сроке уходит в декретный отпуск? Если предвидится рождение одного ребенка, в таком случае листок нетрудоспособности будет выдан за 70 дней до установленной врачом. Даты, в 30 недель беременности согласно акушерских сроков. Обратите внимание, если ожидается появление двоих и более детей, то нетрудоспособная женщина становится за 84 дня до появления на свет детей, в 28 недель. Вне зависимости от того, сколько плодов вынашивается, женщинам, которые пребывают в радиоактивно загрязненных зонах. Листок нетрудоспособности. Выдается на 6 дней раньше, за 90 дней до родов, это 27-недельный срок. Длительность отпуска по БР. Отпускной период продолжается такое количество дней, как установлено законом, и не зависит от того, сколько декретница использовала их до родов. Имеется в виду, что если ребенок появится на свет раньше или позже определенного врачом срока, период отдыха все равно окончится через ограниченное законодательством число дней, несмотря на то, сколько дней фактически женщина уже находилась на больничном. Появился еще один малыш, продолжительность всего отпуска бывает такой. 140 дней при беременности обычной и без осложнений, в равных частях да и после, т. е. 70 дробь 70. 156 дней, если неизбежно осложнение при родах, преждевременные, с проведением акушерских операций, если имеет место обильное. Кровопотеря, а также иные случаи, указанные в инструкции о послеродовом отпуске. 160 дней, если место жительства женщины относится. К территории, загрязненной отходами, которые являются радиоактивными, 90 дней да и 70 после родов. 194 дня в ситуации, когда вынашивается. Двое и более детей, 84 календарных дня да и 110 после. 70 дней отпуска предоставляется женщинам, усыновившим малыша, которому еще нет третьих месяцев, послеродовая часть. 110 дней, послеродовая. Часть, когда женщина встает усыновителем для двоих и больше детей. Если случится так, что роды начнутся раньше установленного специалистом срока, в частности с 22 по 30 неделю, то отпуск по БИР будет. Иметь продолжительность 156 суток от даты родов. Оформление отпуска. На 30 неделе или на 28 неделе, в зависимости от того, сколько плодов вынашивает беременная, ей необходимо обратиться в женскую консультацию. День начала декрета определяется врачом. В день приема он заполняет женщине листок нетрудоспособности на 140 дней или на 184 дня, если ожидается появление двоих и более детей. Больничный закрывают наперед. Если в процессе родов возникнут осложнения, то врач, принимавший роды, продлит его. Следующий этап, женщина приходит на работу с целью подачи заявления на предоставление отпуска по БИР. Важно, отказать женщине в положенном ей отдыхе работодатель не имеет права. Кроме того, можно отдельно оформить заявление на выплату ей пособия по БИР. Или же указать этот момент это в заявлении на отпуск. Образец заявления. Образец заявления. Иначе, женщина должна выходить на работу. Немаловажным является то, что в отпуске по уходу за ребенком до достижения ним 1,5 лет будет производиться выплата ежемесячного пособия. Независимо от того, была ли работающая женщина до родов. В зависимости от того, работает женщина или нет, величина размера пособия будет отвечаться. Выплата ежемесячного пособия. Чтобы оформить этот отпуск, матери нужно подать в отдел кадров свидетельство о рождении ребенка, а также копию этого документа. Снова необходимо предоставить заявление. На основании этих документов будет издан последующий приказ. Обратите внимание, вправе находиться в отпуске по уходу за ребенком не только его мать, а также и отец, а в случае необходимости, и родственники ребенка, которые будут осуществлять за ним уход. Когда можно идти в декрет раньше. Хотя согласно законодательству установлен срок выхода в декрет с 30 или с 28 недели беременности. Могут возникнуть такие обстоятельства, что необходимость отдыха возникнет ранее определенного врачом срока. Если имеются какие-то сложности со здоровьем, можно пойти на прием к участковому терапевту, который вправе выписать больничный, дающий. Возможность не ходить на работу. При наличии конкретного заболевания, можно обратиться за помощью к врачу по специализации. Образец больничного листа. Каждая женщина, которая находится в положении, вправе оформить ежегодный очередной отпуск, который продлится. К моменту выхода в декрет, а уже потом взять отпуск по Биэр. Также, если у беременной есть проблемы с самочувствием или есть угроза преждевременного прерывания беременности, женщине желательно. Пройти лечение в условиях больницы или роддома, после чего оформить основной отпуск. Есть ли варианты уйти в декрет позже? Законом определено, что женщина вправе уйти в декрет с 30 или с 28 недели. Поскольку это право, которое не является обязанностью беременной, возможность уйти в отпуск позже есть. Ко всему прочему он предоставляется на основании ни одного листка нетрудоспособности, но и заявления работника. Но сам отпуск сместить нельзя. Просто получается, что произойдет уменьшение периода на количество отработанных дней. О своем намерении продолжать выполнять работу, женщине необходимо сообщить в женскую консультацию, чтобы уменьшился срок больничного листа на рабочие дни. Если все же будущая мамочка не сможет работать, то ее врач может восстановить больничный с 30 недели за одними числами. Беременная женщина на работе. При этом необходимо знать, что уходя в отпуск позднее положенного срока, часть пособия, которая попадает. На дни отпуска, которые не были использованы, пропадает. То есть, женщине полагается зарплата за отработанные дни, а пособие именно за те дни, в которые она будет находиться в декрете. Многие работодатели при желании женщины поработать больше положенного, оформляют декретный отпуск, как положено с 30 недель, а за отработанные лишние дни, платят премию, согласовав неформально этот вопрос в двустороннем порядке. Официально сотрудница в эти дни не работает, в табеле ее присутствия не отмечается. Таким образом, со стороны закона вроде бы ничего не нарушено. Пособие по беременности и родам. Пособие по Биер выплачивается женщине единоразовой суммой за весь отпускной период. Обратите внимание, с больничных по Биер не взимаются никакие сборы и налоги. Получать пособие имеют право только женщины, те, кто официально трудоустроен. Безработные, которые потеряли работу по причине ликвидации, предприятия на протяжении 12 месяцев со дня признания их безработными. Студенты стационарных отделений, военнослужащие по контракту, женщины, которые являются усыновителями ребенка. Пособие выплачивают по месту работы, учебы, прохождения службы. Уволенным выплачивают данные пособия органы соцзащиты по месту жительства. Важно! Если работница была трудоустроена на протяжении двух предыдущих лет по совместительству у двоих постоянных работодателей, то пособие. Ей обязаны выплачивать каждый из работодателей. Оплата пособия производится за счет средств ФСС. На портале Фонда социального страхования РФ с помощью специального калькулятора можно рассчитать размер пособия по Биер. Размер оплаты пребывания в декрете зависит от зарплаты женщины за полные два последних года до родов. Так, к примеру, если работница идет в отпуск по Биер в 2018 году, то в расчет пособия будут взяты 2017 и 2016 год. Каков размер выплат? Максимальный размер выплат рассчитывается по страховым взносам за предыдущие годы. Для 2017 года, страховая база не превышает 755 тысяч рублей. Для 2016 года, 718 тысяч рублей. Максимальные выплаты в 2018 и такие. 282 тысячи 106 рублей. Звездочка, 140 дней отпуска. 314 тысяч 347 рублей. Звездочка, 156 дней. 390 тысяч 919 рублей. Звездочка, 194 дня. Для определения размера пособия, рассчитывается средний дневной заработок работника за два года. Вначале, заработную плату за два года следует поделить на количество дней, 730 если эти годы не високосные. Затем, средний заработок за день умножается на количество дней больничного. Важно, если женщина пару лет, предшествуя к декрету, не работала или же ее средний заработок за этот период был меньше МРОД, то для начисления пособия и ее средний заработок будет приравниваться к МРОД. Здесь существенная разница с оплатой остальных видов больничных листов, выплаты по которым зависит от страхового стажа. Если страховой стаж, менее 6 месяцев, то размер пособия рассчитывается исходя из МРОД. При страховом стаже, до 5 лет, размер пособия, 60% от среднего. Заработка. От 5 до 8 лет, 80%. Если страховой стаж, свыше 8 лет, то пособие составляет 100% от среднедневного заработка. Минимально допустимые размеры страховых выплат составляют, 28 555,80 рублей звездочка, если отпуск длится 140 дней. Тем, кто работал менее полугода до декретного отпуска, пособие будет начислено в размере не выше МРОД за каждый месяц пребывания в декрете. Те, кто проживает в местах, где применимы районные коэффициенты, например, на Крайнем Севере, буду получать пособие, размер которого, помножится на соответствующий коэффициент. Выплаты по рождению ребенка. Работодатель должен начислить пособие не позже, чем через 10 дней после подачи заявления и выплатить его в ближайший день выдачи заработной платы. Законодательство нашей страны гласит о том, что большая часть пособий на детей может быть оформлена каждым взрослым, кто фактически воспитывает ребенка. Чаще всего опекаются малышом биологическая мать, бывают случаи, когда это делают отец, бабушки или другие близкие родственники. Необходимо знать, что выплаты по БИР являются исключением из общих правил. Их может получать только биологическая мать. Каждая будущая мамочка готовится к процессу родов. Пребывание в декретном отпуске необходимо и будущей маме, и новорожденному. Поэтому возникает необходимость владеть информацией, когда же женщина имеет право пойти в декрет, сколько недель уходит в декретный отпуск, сколько он может длиться и как оплачиваться. Звездочка, размер выплат актуален на август 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова